Субтитры сделал DimaTorzok А какой вопрос был на самом деле? Не покупайте цифровые релизы заранее. Привет, друзья! Вы на канале Лоу Лампа, с вами рубрика «Первый уровень», я Игорь. И сегодня у нас в гостях замечательный, неповторимый, великолепный Михаил Кшиштовский. Привет, Михаил! Здравствуйте! Михаил Кшиштовский. YouTube-блогер, актер озвучивания, игровой стаж, более 23 лет. Любимая платформа, у которой по подписке больше игр. Любимые игры. Morrowind Gothic. The Legend of Zelda Breeze of the Wild. Фэс. Фан-факт о себе. Купил Morrowind в разных видах 10 раз. Привет, это я, Миша, с канала... был назван уже. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании сразу, не откладывайте в долгий ящик. Также подписывайтесь на наш канал, Лоу Лампа. Вы можете знать Михаила по великолепным обзорам кино, сериалов и классному штучному контенту, который он иногда выпускает. Очень иногда. Я помню твой ролик, который мне прям очень понравился, работав. Я не продаю мнение, я продаю эффект. И в этом мой кайф. Видеть, какой эффект производит пара моих выверенных слов, как человек после них моментально впадает в ярость. Это просто кино. Это реально кино. Да, это был мой потолок. Лучше этого больше ничего не выходило, к сожалению. Да ладно. Живем на форматах типичных. Когда-нибудь вернется, сори, сори. Когда-нибудь вернется, я все обещаю людям периодически, что что-нибудь когда-нибудь изменится. И как только я что-то обещаю, мне кажется, счетчик опять на ноль сбрасывается и ничего не происходит. Давай начнем с самого главного. Готика. Это лучшая RPG, определившая жанр на десятилетия вперед. Нет, конечно же. Я, скорее всего, это все эти изометрические игры, типа всяких Fallout, Baldur's Gate и что там еще? Planescape, Tournament. Ни во что не играл. Но именно благодаря им сегодня мы имеем сцену секса с медведем. Разве это не то, к чему мы стремились всю свою жизнь, как игровое сообщество? Конечно же, да. Поэтому нет. Конечно, это не та игра, которая определила, что там, мир ролевых игр. Определила жанр на десятилетия вперед. Но по мере свободы действий, то, что нам предлагали изометрические, понятное дело, что они выигрывают. Но Готика это как трехмерный открытый мир с широкой вариативностью. Это реально круто. Я точно могу сказать, что в Моровин тяжело переигрывать на сегодняшний день, потому что там очень много вот этих вот явлений того времени, ограничений. А Готика до сих пор играется замечательно. Единственное с управлением. Вот сложность, но она временная. Прям переигрывается замечательно. В то же время все сравнивали Готику и Моровинд. Потом Готика 3, Обливион. Поэтому, мне кажется, вот первая Готика обыгрывает Моровинд, но Обливион обыгрывает третью Готику, скорее всего. Ну, это бесспорно. Как бы не хотелось фанатам Готики, но Обливион в той битве победил, к сожалению. А что лучше, Обливион или Скайрим? Вот если откидывать это желание Тодда Говарда продавать Скайрим по сто раз. Мне тоже кажется, из-за сюжета исключительно. Потому что из Скайрима толком ничего не помню, кроме последнего стриба. Ты знаешь, как бы именно просто гулять, если идти через лес по дороге из города в город, наверное, Скайрим. Ну, то есть, вот эта вот музыка, вот эта вот какая-то размеренность, атмосфера. А если вот прям брать как комплексную игру, то Обливион вообще, ну, как бы просто на изи уделывает. Потому что там, опять же, была какая-то вариативность квестов. Ты вспомни квесты за гильдию воров. А можно ли вспомнить еще что-нибудь из Обливиона, сюжетного такого? Гильдия бойцов, помнишь, концовка, когда тебе посылают защитить деревню от гоблинов, а ты узнаешь, что это были не гоблины. Не помню. И вас всех обманули. Нет, не помню такого. Там поворот был. Возможно, я никогда не проходил гильдию бойцов. Я гильдию магов проходил, гильдию воров проходил, гильдию убийц. А гильдию бойцов не помню. Этут, арену еще проходил. Ну, арену все проходили. Это в первую очередь. Ну, кстати, нет, арену я прошел только на второе или третье прохождение. Вот, я как-то при первом я забил на нее, потому что я не люблю соревновательные моменты. А вот если сравнивать, допустим, вот есть Готика, да, там компактный живой мир. Есть гигантский моровинт легендарный. Как ты думаешь, вот в Моррэнде не было вот этой ни симуляции, ни компактности, ни каких-то там понятных геймдизайнерских решений, чтобы разными путями подойти к задаче? Поинтересному я имею в виду. Понятное дело, что в Моррэнде тоже ты можешь магией порешать вопрос, можешь мечом, можешь пойти куда хочешь, но именно вот там прям совсем очень глубокая свобода действий. Но за что полюбили Моррэнде, по твоему мнению? Ну, я думаю, если обращаться вот именно в те времена, 2001-2002, да где вообще видано было то, что в Моррэнде было сделано в принципе? Ну, то есть это настолько новизна, что она поражает воображение. То, что трехмерный, бесшовный, условно говоря, мир, где ты можешь просто сразу пойти куда-то, делать что угодно. Но он объективно более насыщен, естественно, чем Готика. И Готика, в принципе, это же, ну она более-менее адвенчура, нежели чем прям вот такая вот open world RPG полноценная. То есть там же все довольно линейно, и каждое место, в общем-то, в мире, практически каждое место в мире имеет свое значение. И к концу игры ты по большому счету проходишь каждую точку, которую поставили вот в первой Готике. А Моррэвент, он прям, ну то есть ты можешь пройти сюжетку, и у тебя 80% мира останется нетронутым в каком-то смысле. И все это в новой обертке, где, естественно, насколько я помню, открытые миры уже были, но они там были изометрические, условно говоря. Или там двухмерные, как тот же Даггерфолл, да, какой-нибудь. Он казался ручным, он типа вручную сделан. Обширнейший сюжет, детальный этот лор мира, где ты приходишь, это остров-тюрьма, но он не был тюрьмой, просто это колония. И там есть вот эти расовые предрассудки, где, если ты не темный эльф, на тебя смотрят как на говно. Там есть рабовладельчество, ты можешь ввязываться в это дерьмо, можешь не ввязываться в это дерьмо. Там есть какие-то семьи, которые живут в своих особняках многие столетия, им нахер не упала эта империя. Есть империя, которая, вы поклоняетесь нашим богам теперь. Архитектурное отличие, да, где ты идешь на север острова, там все в грибах, люди живут в грибах, потому что там растут огромные грибы. Ты идешь на юг, грибов нету, зато есть имперский город рядом с Вивиком. Вивик одной архитектуры, имперский город другой архитектуры. Воюющие кланы, и ты такой, блин, сколько же здесь навалено в этой игре, с ума сойти. И все это 2001-2002 год, ну, конечно, это вообще поражает воображение. Вот, наверное, это. И все это помещается на один диск. Как ты думаешь, повлияли эти идеи, созданные Моровиндом, Готикой, на решения, которые применяются сейчас в открытых мирах? Часто можно слышать от разных разработчиков, что они вдохновлялись играми других разработчиков. То есть, я думаю, так или иначе, любая инновационная какая-то штука, которая появлялась в разных играх, тот же Max Payne, да, вот они придумали этот Dodge Jump с замедлением. Сколько после этого было Dodge Jumpов после выхода Max Payne? Там игры три или четыре? Матрица, Enter the Matrix, Path of Neo, тоже были эти сяпершки с замедлением. Ну, это Total Overdose там был. Там был True Crime это себе взял, который совместил это в GTA. Они сделали GTA с механиками Макса Пэйна, по-моему, True Crime. Еще была с девушкой тоже такая Макс Пэйновская главная героиня. Там была девушка, и тоже там все было про замедление в прыжке. Я забыл, как называется. Пишите в комментариях, если помните название этой игры. Я забыл. Мне кажется, нет особо смысла, знаешь, вот разгонять. А вдохновлялись ли сегодняшние разработчики идеями тех разработчиков? Ну, конечно, да. И это можно расширить вообще до бесконечности весь этот список. Как думаешь, вдохновлялись ли разработчики Genshin Impact игрой Legend of Zelda Breath of the Wild? В любом случае, тут как бы неуловимая эта история. Конечно, вдохновлялись. Конечно, они взяли что-то из своих, из старых игр, чтобы пристроить к своей игре. Может быть, потом виды изменили. Это такой бесконечная канитель, скажем так. Поэтому, да, почему? Я не могу сказать, каким образом. Но, скорее всего, да. Было же там миллион игр потом открытых, трехмерных. Two Worlds. Вышла ли бы игра Two Worlds, если бы не было Обливиона? Конечно, нет. И теперь мы имеем гениальную идеологию Two Worlds. А может, трилогию, я не помню. Тебе нравится Two Worlds? Конечно, нет. Единственная причина, почему мне нравится Two Worlds, это потому, что там можно эксплойтить баг, в котором можно главного босса завалить в первой деревне. И это считается каким-то образом. Это же потрясающе. Как спидран четвертого Сэма, где они забыли удалить возможность убить босса на первом уровне, и его можно убить на первом уровне и скипнуть вообще всю игру. Это же потрясающе, когда разработчики такие, да никто этого не сделает! И находится какой-нибудь умник, который, да вот же, и проходит игру за пять минут. А ты ждешь ремейк первой Готики? Как, думаешь, получится у них сделать все правильно, особенно после первой демки? Я очень надеюсь. Первая демка, конечно, жопа полная. То есть, настолько не понимать, какую игру они их собираются переделывать. Это так странно было. Прям, что происходит? И я им даже написал обратную связь после этой демки. Я им написал простыню, где, типа, ребята, прекращайте вот это вот свое. Они, конечно, делают упор на тему того, что да нет, мы поняли, мы все почитали, мы сделаем так, как вы хотите, мы услышали вас. Страшно, стрёмненько. Но я надеюсь, что они хотя бы, ну, постараются действительно учесть всю эту историю. Но демка была очень странная прям. Какие конкретно моменты те так сильно подогрели пятую точку демки? Ну, во-первых, главный герой, который не затыкается. Вообще не затыкается. Ну, это тренд индустрии. Сейчас либо герой не затыкается, либо ему дают напарника, там, перчатку, спутника, который не затыкается. Нет, нет, нет. Есть персонажи, которые не затыкаются. А этот не затыкался в том плане, что его слова ничего не дают ситуации, как бы вот драматургически, да? То есть, если он открывает рот, оно должно значить что-то. А если ты вырежешь вот эти вот большинство реплик изначальной вот кат-сцены, ничего не понимает, не поменяется. Все будут понимать, что происходит вообще в принципе с главным героем. Ну, то есть, это вот прям можно сократить очень сильно все эти истории. Персонаж будет смотреться даже лучше. Ну, откровенно говоря, мне боевая система не очень понравилась. Вот это вот из For Honor. Я не очень ее понимаю. Есть как будто более интересные решения, чем вот такая вот штука. Даже вот учитывая, что они пытаются делать ориентир на дуэльные вот эти вот сражения, да? То есть, не вот это вот удержание массы врагов, как в Ведьмаке, а именно дуэльно. Я люблю дуэльные, потому что оно как будто более тактическое может быть в каком-то плане. Более личное, скажем так, более интимное, что ли. То есть, я не говорю, что одна боевая система лучше, чем другая. Но вот то, как сделали они, оно выглядит немножко кривовато, неудобно, особенно если вот с мышки сидеть. Я с компа играл. Вот прям очень неудобно. Из-за ощущения того, что сделано криво, теряется удовольствие от битв. То есть, ты пытаешься биться не с врагом, а с управлением. А это отстой какой-то. А то, что они сделали с персонажами. Допустим, в оригинале Диего был суровый, повидавший жизнь мужчина. А в Дэнке это такой молодой пронера, который там какие-то джокерские элементы исполняет. Ну, там да, там есть много таких странных элементов из разряда... Ну да, вот Диего, да. Диего не такой, каким был раньше. Я готов принять изменения в персонаже, если оно будет оправдано сюжетом, и это будет интересно смотреться. Вот. Из Дэнки этого непонятно, поэтому если их задача... было подергать ностальгические нотки у аудитории, которая играла в Готику, то, наверное, не стоит делать прям таких радикальных изменений именно в рамках Дэнки. Потому что те, кто увидит Дэнку из старичья вроде меня, они будут такие... Хм, Диего одет как испанский корсар какой-то этот, пират. Что за дела? Я не в такое играл. Если это будет в игре как бы справедливо, то есть это будет иметь смысл, то почему бы и нет? Я готов. Даже, может, это будет интересно, если они прям не все дотошно так делают, а делают какой-нибудь твист. Но главное, чтобы этот твист был действительно вот хорош в сюжете. Тогда я... That's fine by me тогда. А давай теперь поговорим немного о твоем игровом стаже. Когда ты вообще, в принципе, начал играть, и какие у тебя были первыми игры? Если честно, у меня прям не супербольшой стаж. Для меня мимо прошли все изометрические RPG. Вообще все, к сожалению. И переигрывать сейчас нет никакой возможности. Я пытался... Было какое-то переиздание Fallout'а, по-моему, от 1С в свое время. Я поставил его в первый или второй, прошел вот эту стартовую пещеру. Там, помните, была стартовая пещера, где она была рад скорпионов глушить. И я прошел, вышел в город, завалился в пустошь. Меня там убили. И я такой, я не могу в это играть. Это нужно отдельную кнопочку нажимать в интерфейсе, чтобы делать любой пук. В жопу, я слишком стар для этого дерьма. Играл в Doom. Doom 2. Quake потом появился. Quake 2 как-то вот тоже мимо меня прошел. Чуть-чуть поиграл в него в клубах компьютерных. Я ездил кому-то в гости, там стоял Quake 2. Я такой, о, прикольно, это не то же самое, что Quake 1. И в одном вышел Half-Life первый. Мне домой привезли компьютер чужой на побывку. Зачем-то он там, кто-то зачем-то привез комп. И на нем стояла первая Half-Life. Я ни у кого не спрашивал, запустил ее. Было два варианта. Это либо игра, либо компьютер взорвется. Я не знал, что это за иконка. И это оказалась игра. И вот этот вот момент, где ты 10 минут едешь, и тебе крутят титры. И ты смотришь на огромную лабораторию. И потом, эй, что это за мужок в синем пиджаке едет мимо тебя? Это что за хрень? Кислотный какой-то разлив, по которому робот ходит. И ты ничего не делаешь, просто ходишь по вагону метро. Это так вдохновило вот эту вот фантазию даже какую-то, где ты спускаешься в какие-то горы. И там вагон метро, тайная лаборатория. Люди снуют, что-то ходят. Кто-то там из вендинговой машины пытается что-то вытащить. Потом тебе открывают вход в лабораторию. У тебя нет оружия. Тебе говорят, ты почему не на работе? Ты должен был 15 минут назад сюда прийти. Я просто играю в игру, вы что? Все тебя там чмырят, что ты опаздываешь. Кто-то говорит, па-па-пам, важный день сегодня. А ты, дурачок, сколько тебе? MIT только что закончил, приехал. Никто тебе не говорит... А, тебе кто-то говорит, иди, достань костюм. Какой костюм? Что происходит? И ну вот просто реально полчаса где-то снуешь по лаборатории. Стрелять не дают. И ты думаешь, а когда... Я же прошел, я же вроде прошел обучение. Там сразу можно было стрелять. А здесь нельзя стрелять. Что происходит? Это было потрясающе. Первая халфа. И потом, спустя годы, я выяснил, что, оказывается, в первой халфе была музыка. В той версии, в которую я играл, музыки не было, потому что ее, скорее всего, вырезали. Потому что эта халфа не помещалась на диск, я не знаю. Или какая-то версия пиратская была без музыки. Я такой, что, у халфы была музыка? Спустя несколько лет я поиграл в халфу с музыкой, и когда ее на стиме переиздали, я понял, мне не нужна музыка в халфе первой. Я прекрасно проходил в тишине, в гудении трансформаторов, под каплей из каких-то труп. Не нужна мне музыка. Вот во второй халфе потрясающая музыка. А в первой такой... Зачем она? Я забыл вообще, какой вопрос был на самом деле. Я просто начал рассказывать свои ощущения про халфу. Я все забыл. Вопрос, в принципе, был о твоем первом игровом опыте. Ну, там, какие первые у тебя игры были. Да. Вот. И там, на чем начал играть. Ну, у тебя, я так понимаю, игровой путь начался с ПК. То есть, консоли ты не застал. Как обычно отвечают, Дэнди, Марио, вот это вот все. Дэнди, Дэнди, Сега. То есть, ты именно сразу по хардкору. Квейки, Думы, Халф Лайф 1. Нет. Это мега крутая игра. Нет, Дэнди у меня тоже была, и Сега у меня тоже была. Я забыл просто. Я забыл. Я же старичье. Конечно, у меня было и Дэнди, и Сега. Я просто забыл об этом. Но, наверное, там не так много было прям тех впечатлений, которые у меня супер отложились. То есть, есть вот эти вот все типичные рассказы, где есть картриджи, есть оранжевые картриджи, есть синие картриджи. Ты их берешь у друзей, у кого-то есть много картриджей, у тебя мало картриджей. Нужно подуть на картридж, чтобы он работал. Мимо меня, к сожалению, Зельда прошла. Так ее у нас и не было толком на картриджи. Ну вот. Я ни разу не встречал ее. Я, конечно, играл в Марио. Я играл в ломаный хак Марио по Сонику, где взяли какую-то игру с Соником и заменили Соника на Марио. Я думал, ну это логично, ведь Соник и Марио, они как бы друзья же, по большому счету, ведь правильно? Просто они в разных вселенных. Но если Марио может делать вот этот вот спиндэш как Соник, то вроде как это то, что я всегда хотел от этой жизни, чтобы Марио так умел. Какой-то хак был, короче, пиратский. И какая-то вот эта вот странная игра, где Марио умел делать вещи как Соник. Я скипнул первого-второго Соника, я сразу играл в третьего Соника. И это было потрясающе. В первую очередь потому, что там была волшебная музыка. Только потом узнал, что там Майкл Джексон как-то в это был вовлечен. Вот. И это объясняло, почему музыка была такой гениальной. С тех пор единственная игра, которая захватила дух Соника для меня, играющего в Соник 3 в детстве. Это Соник Мания. Все остальные Соники я пытался играть в это трехмерное все барахло, но не работает вообще никак. Ну не могу я. Трехмерный Соник для меня какая-то вот... Я слишком стар для этого дерьма, я его не понимаю. А вот двухмерный Соник Мания. Я все жду, когда будет Соник Мания 2, но они как будто бы для них этого было достаточно опыта. Я не знаю, почему они не делают Соник Мания 2. Это что за дерьмо? Ты рассказал о своих впечатлениях по поводу первой Half'ы. Вот. И упомянул на зонах второго Half'Live. Ты играл в украденную альфа-версию второй Half'ы? Я этого не делал. Если бы так случайно получилось, я бы поиграл случайно вот в украденную версию. Это одно дело. Но если бы я вот целенаправленно узнал, что есть украденная версия Half'ы и можно пойти и скачать ее там-то до официального релиза, я бы скорее всего этого не сделал, потому что... Ну а зачем, если она недоделанная? Зачем мне вот это вот? Ты же помнишь этот великолепный хайп, эти великолепные кадры, когда первые демонстрации вообще нового движка Half'Live в физике? Вот эти вот ролики с тестом, как бочка падает в воду, как она всплывает, как там земля надувается, гравит-пушка вот это все. Это же просто было что-то космическое. Мне довелось поиграть в украденную версию Half'Live, но это было очень интересно. Я жил в небольшом городке. Любой свой период жизни, на какой бы платформе я ни играл, я всегда коллекционировал игры. Пиратские, лицензионные, без разницы. И вот на тот момент у меня было пакета три, наверное, дисков на ПК. Разных. От пираток до лицензионных. И как-то к нам пришел друг, говорит, слушай, а я вот типа знаю типа, он купил на рынке себе альфа-версию Half'Live 2 украденную. Я такой, что? Я просто взял все, причем того человека, который купил себе эту альфа-версию, я вообще не знал, ни разу не встречал. Я просто собрал все свои диски в три пакета и говорю, веди меня к этому типу. Мы пришли, как он меня представил, перед ним ставлю свой пакет и говорю, бери отсюда, что хочешь, но дай мне этот диск. Я хочу это лично попробовать. И получается так, я достал эту себе версию на пробу. Ну, это было прикольно, реально. Понятное дело, что там никакого игрового процесса, там локации без текстур, но тем не менее, какие-то механики уже можно было попробовать. Это было реально круто. Я, наверное... Два варианта. Либо у меня три варианта. Либо я как-то пропустил мимо, что можно раздобыть эту версию. Либо у меня просто комп не тянул в те времена что-то сложное. Либо логика была такая, что, ну, если это украденное, то зачем сыпать соль на раны разработчикам? Ведь вряд ли они хотели, чтобы у них было что-то украдено. Пусть они доделают, и я в это тогда поиграю. Я сознательный человек, мне неинтересны сливы Сталкера 2, мне неинтересны какие-то билды GTA 6. Любой вот этот вот слив сейчас, который может произойти, мне это неинтересно, потому что я знаю, что люди сидят, стараются, работают над играми, и вряд ли они хотят, чтобы их недоделанная версия, вообще, кто-то в нее играл. И я знаю, что если я поиграю в украденный билд, то я плохо проведу время, потому что он корявый, он недоделанный, он неоптимизированный. Ну, наплевать же, оно же выйдет в какой-то момент. Я в это поиграю, когда люди будут уверены, что, а, вот, это готово. Поэтому я дождусь GTA 6. Я не знаю, в GTA 6, по-моему, не было билда, в который прям можно поиграть. Там просто были какие-то видео и скриншоты какие-то. Самого билда, по-моему, не было. Билда не было, были выложены ролики тестовые, какие-то там скриншоты, утечки. То есть, ну, такого формата. Прям билда не было. Ну, тут понимаешь, в чем разница? Как бы билд GTA 6 и билд Half-Life. Все-таки тогда игры еще шагали ступенями во времена Half-Life. И Half-Life 2 это была реально новая ступень в технологиях, в графике и так далее. Сейчас, даже, вот, если в GTA 6, ну, нет такого прям суперскачка, что-то там, знаешь, ого, земля и небо. Прям, наконец-таки мы видим графику, как кино. Вот. Сейчас-то, наверное, чуть-чуть по-другому работает, поэтому и такого интереса нет. Ну, а Stalker 2? Next Gen. Stalker 2-то все ждут? Я не жду. Я просто никогда не любил Stalker. О-о-о. Как бы даже если бы любил бы, я бы, наверное, не стал бы играть. Ну, не знаю. Это сейчас, не знаю, другое время. Ну, понятно, что другое время, но, не знаю, я... Эх, спертый билдер. У меня просто любовь к Stalker 2, она закончилась ровно на одном моменте. Когда вышла первая часть, я съездился, купил лицензионку, приехал, установил, и вот эта кривая боевая система, где ты не можешь, там, не знаю, убить человека с 10 метров, а тебя убивают с километра. Просто на любой сложности. Меня это выбесило конкретно, и что-то все, моя любовь закончилась на этом. Но атмосфера... Атмосфера, я не спорю, сделана и музыка, и графика, и квесты, вот этот, особенно, когда контролер, вот этот, помнишь, квест, где как он, как хоррор сделан, какие-то предметы кидает. Да-да. Это все круто, это реально офигенно, но геймплей, блин... Я почему-то пережил спокойно геймплей, у меня как-то попроще были, не знаю, может быть, я уже пропаченную какую-то версию поиграл, но я понимаю, о чем речь, там были такие странные ситуации, но я прям не помню, чтобы я бесился на этот счет. Более того, я каким-то образом пропустил момент, где можно было вообще наткнуться на квест с дешифратором. У меня вот во всей, за всю игру, за все одно прохождение, которое у меня было, я нигде не натыкался на квест, что можно где-то зайти в какой-то отель, и там будет нычка, в котором будет дешифратор, который даст тебе истинную концовку. И я такой, чего, там была какая-то тайная штука, где ты можешь найти тайную дверь и найти тайную концовку? И я так расстроился, что я, типа, просрал этот момент каким-то образом, потому что я люблю тайны. Тайны в играх, обожаю. Когда я узнал, что... Как, я прошел игру, выяснил... Ну, по ощущениям было, что концовка какая-то говеная. Типа, я сдох, и пошел ты в жопу, мешая. А, это когда монетки падают? Да-да-да. Я такой, ну не может быть, что это истинная концовка, потому что обычно такие концовки, типа, фейковые, где ты проходишь всю игру, а тебе фак показывают в лицо и говорят, ты сдох, потому что ты дурак. И я зашел в интернет, загуглил, там написано, да, есть истинная концовка, но тебе нужен дешифратор, который ты должен был раздобыть вместе сильно далеко позади. То есть ты уже не вернешься в это место никак, все, ты попал, чувачок. И я такой, а как мне, а как какать? Как мне получить концовку? Не проходить же все заново. Откуда откатываться, непонятно. И я на ютубе нашел хак, что если найти вот эту вот дверь бункерную и выкинуть в ее, вот в эти вот, в зазоры, если выкинуть пушку, то пушка по физике застрянет в двери и откроет тебе дверь. Удивительное во всей этой ситуации то, что у двери была физика. Понимаешь, о чем я? То есть это не просто вот как меж, у которого есть открыто и закрыто. Вот открыто, анимация открывания, анимация закрывания. Это физика. У двери есть физика, и она открывается по физике. И если засунуть один физический объект в другой физический объект, то физика сойдет с ума, и дверь откроется. Я закинул туда пушку, дверь открылась. Ну, знаешь, как вот эти баги. Я зашел и получил эту истинную концовку без дешифратора. Потому что пошли в жопу. Что за фигня? Они спрятали от меня истинную концовку. Сталкер восхитительный. Я жду Сталкер, я буду играть в Сталкер. Ты вот упомянул то, что ты обожаешь секреты в играх и всякие загадки. А можешь рассказать, пожалуйста, немного подробнее об этом? Какие игры в этом жанре впечатлили тебя больше всего? Я их постоянно повторяю. Это Фез и Туник. Где игры созданы вот загадки ради загадок. И вся игра, это вот, оно построено на этом. То, что там такие загадки, где ты даже их можешь не найти в каком-то смысле. Вот, они просто сумасшедшие. Весь мир – это одна сплошная загадка. И когда ты раскалываешь очередную какую-то вот штуку, где «А-а-а, вот что тебе пытались сказать вообще». Смотришь на какой-то элемент в игре и думаешь «Зачем это?» А потом у тебя 2 и 2 складывается такой «А-а-а, вот это зачем, черт возьми!» Сидеть с блокнотом, зарисовывать какие-то штуки, складывать детали пазла. Это восхитительно. То есть, я не хочу лишний раз спойлерить, если вы там в Фез и в Туник не играли, то любой вот этот вот элемент, который я могу сказать, он просто заруинит все прохождение. Потому что это вот, в этом и есть сок, где вся игра – это один большой пазл. Исходя из твоих слов, попробую предположить, что тебе также должно нравиться Outer Wilds. Да, я не прошел, к сожалению, до конца, потому что там, ну, стало в какой-то момент совсем тяжело, где ты подыхаешь уже сотый раз, и тебе нужно дождаться какого-то элемента, чтобы планеты там сошлись, и только тогда ты сможешь сделать вот ту штуку, которая тебе нужна. А ты хочешь уже добить этот пазл, а тебе нужно опять ждать, и у тебя еще куча загадок там не разгадана. И у меня так получилось, что мне не удалось ее допройти, но я был очень близок к этому. Вот, Outer Wilds – потрясающая бомба. Прям очень хорошо. Как ты относишься к стагнации и сложности загадок в современных видеоиграх? Тот же вопрос в том, для какой аудитории игры делаются. То есть, вот был там разгон в God of War – Ragnarok. Там был целый разгон о том, что почему Атрей сразу рассказывает тебе, как делать, как решать эту загадку. Это интересный элемент, что тебе как будто бы… Загадка есть, а решение тебе сразу дают вот этими подсказками. Вот это странный прикол. В остальном, вот такие вот большие массовые кинематографичные игры – ну, не должны быть суперсложные загадки, потому что если они будут, тогда игроки не захотят их разгадывать в своей массе. То есть, философия же в том, что игры должны тебя развлекать, а не триггерить твою бесиловку, что ты не можешь там кубик положить в треугольник какой-нибудь суперсложный. В плане то, что загадки не должны быть сложными, а иначе люди не будут получать удовольствие от массовых больших игр. Если ты хочешь сложные загадки, качай игры, которые созданы со сложными загадками. А их полно. Я не знаю, как насчет деградации. Просто тут, наверное, все идет к тому, что в массовых игр куча плейтестов, куча проверок, куча вот этих вот исследований на стадии разработки. И, наверное, разработчики недаром вкладывают все свои деньги в эти исследования и плейтесты, потому что им говорят на плейтестах «Слишком сложно, нам неинтересно играть». Такие, хорошо, сделаем попроще. Непонятно, куда идти. Ладно, хорошо, подсветим этот момент. Непонятно, что надо делать. Ладно, более точно опишем задачу. Ну, то есть, массовые игры, видимо, к этому и стремятся, чтобы у игрока было по максимуму хорошо проведенного времени. Во многих интервью я часто видел, что ты постоянно упоминаешь, что часто коришь себя за время, проведенное в играх. Почему так? Ой, это глубинная тема, потому что я недоволен собой и как я живу эту жизнь. Поэтому, естественно, чувство вины, если я трачу время не на работу, а на игру, оно обостряется. Вот, это... Я не думаю, что вы хотите слушать вот эти все депрессивные разгоны про то, что... Как? Я не удовлетворен. Человек же работает, чтобы иметь средства, которые он может тратить на то, чтобы организовать себе досуг такой, какой он хочет. Или ты прямо вот живи, жить для работы, только для работы. Ну, как бы, ну, блин, посидеть, просто отдохнуть, поиграть, это же круто. Ради этого, блин, и работаем. Замечательная теория. Но у меня есть проблемы, которые пока даже с терапевтом не разобрались с ними. Поэтому, я думаю, в рамках подкаста тоже не получится выяснить, почему все так, а не иначе. Чувство вины. Чувство вины, что я вот не такой, как надо. И оно проявляется в разных элементах моей жизни. Поэтому, если я... Вот мне на другом подкасте недавно, мне там в конце подарили новую Зельду, Tears of Kingdom. Я все откладывал, сам покупку, а теперь она у меня появилась. И я не смог отказать себе в том, чтобы чуть-чуть поиграть в нее. И как только я выключаю приставку, я такой... Ведь мне же нужно делать ролики, мне нужно делать какие-то вещи, чтобы меня там судьба не кинула через коленку, потому что жизнь непредсказуемая, и любое дерьмо может произойти. И я останусь на улице, если я не подготовлю свою жизнь правильно. А ты сидишь, играешь в Зельду в то время, как мир непредсказуемый может кинуть тебя через коленку. Ты что, дурак? Я такой, да-да, я дурак, я дурак, но Зельда все-таки. То есть ты серьезно? Я сейчас ни в коем случае не насмехаюсь, не иронизирую. То есть это у тебя так работает. Ты сидишь, играешь в Зельду, либо качаешься в Диабло, стреляешь в Хапайбе и такой... Так, я же мог за время решения этой загадки в Зельде выучить несколько новых там слов английского языка, или там написать какой-нибудь код, или домонтировать еще пять минут ролика. Чем же я занимаюсь? Да? Ответ да. Сурово, сурово. Давай поговорим про экранизации игр. Тема экранизации игр была достаточно болезненной. Потому что раньше это был один выстрел из ста. Там, допустим, первый Mortal Kombat, окей, выстрелил. Потом там первый, кое-как второй Resident Evil выстрелил. Но все это было с большим промежутком в года. Сейчас прям игровые экранизации Arkane по Лиге Легенд, Castlevania мультсериал, одни из нас, братья Марио. И как бы прямо сейчас реально много-много. По доте даже сериал очень хорошо показал себя. Киберпанк, это же Анарс. Просто ренессанс игровых экранизаций. Раньше такого не было. Что поменялось? Что начали делать правильно? Возможно, у каждого разная ситуация. То есть, возможно, нельзя все под одну гребенку зачесать. С одной стороны, вот если говорить про Last of Us, там же изначально сюжет сильный, в принципе. Они пошли, по большому счету, по пути, ну, не прямого, не дотошного прям, но копирования. Игрокам такое нравится, по большому счету. Потому что что вот люди, которые играли в Last of Us, хотят увидеть в сериале? То же самое, только снятое на камеру. У меня вот такое ощущение. Там были интересные дополнения. То есть, они вот расширили мир, добавили какой-то информации, которую не надо читать в дневниках. И они там вот эти вот сцены, где перед сериями рассказывали, как вирус зарождался там. Но, по большому счету, они просто взяли и хорошо скопировали, качественно. Прям вот взяли, адаптировали то, что уже было за них сделано. И они просто взяли это и ужали до сериала. И такой, ну, окей, норм. Я не знаю, как смотрится людям, которые не играли в игру. Потому что я-то играл, я знаю всю эту штуку. Я не знаю, как у них воспринимается вся эта история. Там даже может быть такой эффект интересный, что ты знаешь Джоэла из игры. И Джоэла из сериала достраивать Джоэлом из игры и получать более полную картину. Потому что, в общем-то, сюжет повторяется, по большому счету. Что с точки зрения Аркейна? В Аркейне тоже сильный, в общем-то, сюжет был. И они остановились вот в этом своем стиле на нужной вот середине. Потому что второго Человека-паука мне стало в какой-то момент тяжело смотреть. Потому что он слишком гиперкрасочный такой, безумный. А у них же есть вот такая общая какая-то стилистика, где она вроде трехмерная и нарисованная. И вот это вот ограничение по кадрам. Чуть-чуть, по-моему, там есть. И они вот прям нашли золотую середину, где это прям смотрится вот как картина, которая ожила. И там сильный сюжет, хороший. И это хорошо сделанный продукт. Вот прям, ну хорошо сделано. А когда хорошо сделано, ну разве можно барагозить на эту вещь? И рядом стоит Дота. Сериал по Доте. Я посмотрел первый сезон. Это такая параша. Это прям суперплохо. Это так плохо. Я смотрю, думаю, я не понимаю ни слова, что происходит в этом сериале. Ни слова. Я не понимаю, кто эти герои. Что происходит? Что им нужно? Драконы какие-то? Я прям посмотрел и понял, нет, это вообще не для меня. Короче говоря, хороший сюжет, ну и узнаваемый какой-то вот этот вот антураж, что ли, я даже не знаю, как сказать. Потому что, ну вот есть игры, где прям вот как такового сюжета нету. Я не знаю, Дота же не сюжетно ориентированная. Там просто все собираются и защищают башню. И есть узнаваемые персонажи. И ты просто делаешь узнаваемых персонажей и хороший сюжет. Вот. И получается хороший сериал. Ты берешь узнаваемый сюжет из Last of Us и просто чуть дополняешь его, адаптируешь его под экраны. И получаешь хороший сериал. Не знаю, да везде просто... Нужно, чтобы был везде хороший сюжет. Все, это основная вещь. Делай хороший сюжет. Вот. И даже по Тетрису получится сделать что-нибудь интересное, если там будет хороший сюжет. Вот смотри, еще такой вопрос. В интернете было много дискуссий насчет каста и непохожести актеров, внешне основных персонажей из игры. А как тебе кажется, важно ли соблюдать это внешнее попадание или принципиальное попадание в образ отыгрыша? Я могу понять людей, которые хотят такую же модельку Элли, как и в игре, только в сериале. Я могу это понять. Но когда я смотрю игру Беллы Рамзи в роли Элли, и где это типа отлично, да какая разница, что она не похожа? Она играет восхитительно. У Джоэла чернокожая дочь в сериале. Чернокожая дочь. Ну, все, все у людей загорится жопа. Дочь чернокожая. Нет, 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 нельзя. Хорошо играет девочка? Хорошо она умирает там в конце серии. Или когда она там умирает? В конце же первой серии. Спойлеры. Девочка умирает, дочь Джоэла умирает. Качественно она умирает. Хорошо у них химия между персонажами. Нормально получается. Девочка хорошо играет. Она вписывается в сюжет. Все качественно. Класс. Это главное. Чернокожая, не чернокожая. Господи, да какая разница. Главное, чтобы смотрелось замечательно в кадре все. Главное, чтобы люди играли хорошо. Я понимаю, откуда это идет. И это, кстати, интересная дискуссия. Есть ли какие-то вот границы? Потому что буквально недавно у меня в телеграм-канале подписывайтесь на мой телеграм-канал у нас было обсуждение там в комментариях про Джеймса Бонда. Чернокожий Джеймс Бонд. И всегда есть человек, который вкинет вот этот вот ну очевидную крайность. А почему не сделать Джеймса Бонда трансгендерной чернокожей женщиной? Потому что я не против чернокожего Бонда. Типа пофиг. Идрис Эльба. Потрясающий, мне кажется, был бы Джеймс Бонд. Потрясающий. Лютер сериал с ним просто офигенный. Да. Но всегда есть вот эта вот крайность. Почему не сделать Бонда чернокожим трансгендером? Но в теории это же может хорошо смотреться, если сюжет хороший. Вот как бы крайность интересная. То есть понятно, что это крайность, чтобы доказать вот свою точку зрения. Да, вот типа Джеймс Бонд чернокожий трансгендер женщина. Но ты понимаешь, ты как бы душой понимаешь, что типа ну скорее всего это не будет работать. Но с другой стороны, если это сюжет хороший, это же в теории может работать, правильно? Или это кардинально вообще не может работать ни под каким соусом? Вот мне интересно нащупать, можно ли как-то в тексте исследовательски объяснить, что вот все может работать, если сюжет хороший. Или не все может работать, потому что по каким-то причинам это рушит вовлечение какое-то. Или это рушит совсем вот ту атмосферу и персонажа, к которому мы условно говоря привыкли. То есть насколько это будет совсем уже не Джеймс Бонд. Потому что я даже готов принять Джеймса Бонда женщину, потому что Анна Де Армос в последнем Джеймсе Бонде, где там Дэниел Крейг встречается с Анной Де Армос, и Анна Де Армос просто ворует экранное время. Я такой, да это может быть Джеймс Бонд спокойно, Джеймс Бонд женщина, вот это вообще изи. Есть фильм Кейт от Нетфликса, где замени Кейт на Джеймс Бонд, добавь Джеймс Бондовских элементов, там Великобритания гаджеты и Кью там какой-нибудь. И это будет Джеймс Бонд, я вообще спокойно бы это посмотрел изи. Где вот эта вот грань, где Джеймс Бонд уже не Джеймс Бонд, потому что он трансгендерный чернокожий женщина. Я сказал, сказал я по-русски. Ну, в принципе любая мысль или идея имеет право на существование, если у нее есть крепкое обоснование. Ну да. И тут как бы не обязательно, чтобы злить большую часть аудитории фанатов, не обязательно делать конкретно Джеймса Бонда женщины. Можно же делать дочь Джеймса Бонда, сестра Джеймса Бонда. Секундочку. Секундочку. Это читерство. Это читерство. Почему? Это расширение вселенной. Нет. Задача сделать Джеймса Бонда не таким, как мы привыкли. Конечно, легко сказать, это не Джеймс Бонд, это дочь Джеймса Бонда и все, и взятки гладки. Это читерство, это неинтересное решение задачи, не прикольно. задача взять Джеймса Бонда и сделать Джеймса Бонда убедительной чернокожей трансгендерной женщиной. Но тогда ее будут звать не Джеймс Бонд, а Джесси Бонд, Джейми Бонд, я не знаю. Может быть. Это же тоже уже читерство, по сути. Хорошо, а если это трансгендерный чернокожий мужчина, который был с женщиной, и он чернокожий мужчина теперь, и тогда он Джеймс Бонд, это можно, потому что он Джеймс Бонд. И он был Джесси, это уже деднейминг. Это же лор Моровинда получается какой-то сложно запутанный. Мне кажется, это интересная задача, вот до какой крайности ты можешь пойти, чтобы обосновать всю эту историю. Потому что я готов смотреть в какой момент это становится не Джеймсом Бондом, вот прям ну совсем. Потому что для каких-то людей чернокожий Джеймс Бонд это уже не Джеймс Бонд, потому что Флеминг написал его белым. такой досрать по большому счету. Он британец, мужик, и он спецагент, и он мегагалантный, и пошли вы в жопу, это все еще работает. Вот интересно вот эту вот гибкость, исследовать ее, и можно ли сделать материал убедительным. Вот мне вот это было бы интересно понять. Что ты думаешь про фильмы, которые сняты не по играм, но применяют как в сюжете, так и на экране игровые механики? Ну, например, там, Грань будущего с респауном персонажа постоянным, Тома Кроза, или Скотт Пеллигрим против всех с игровыми фичами и пиксельной графикой. Понятное дело, что и Грань будущего, и Скотт Пеллигрим там и в исходниках, оригиналы эти все фичи присутствовали. Но как бы как это показано именно на экране, с какими эффектами, как вписаны сюжеты, экранизации, это сделано достаточно круто. Как ты думаешь, какие еще фишки кинематограф сможет подчеркнуть из игр? Мне кажется, самая крутая фишка, которую кинематограф подцепил из игр, это патчить свои фильмы после релизов. Это когда кто-нибудь оставил кофейную кружку в кадре, и это осталось в сериале. Или в кадр попала съемочная группа в сериале, и это вылезло в новостях, и потом они обновляют сериал, и уже ни съемочной группы, ни кофейной кружки нет в кадре. Мне кажется, это лучшая адаптация механика из игр. А так, да откуда я знаю? Будут какие-нибудь вот эти изобретательные люди, которые смогут что-нибудь доадаптировать? Не знаю, вот здесь я не обладаю... Есть еще одна классная механика, которую адаптировал Netflix, это черное зеркало, помнишь, серия с вариантами выбора действий персонажа? Не стал смотреть, неинтересно. Я смотрю кино не для того, чтобы сидеть с пультом и выбирать вещи. Если я захочу посмотреть кино, в котором мне нужно выбирать вещи, я поставлю Детройт, или Heavy Rain, чем-то такое. Я точно знал, что мне супер неинтересно это. Причем я знаю, что здесь для меня нет магии никакой, потому что я знаю, как магия работает. Здесь нет фокуса вот этого, где маг никогда не расскажет свои тайны. Я знаю, что вы просто сняли несколько дополнительных кадров. Это ни на что прям супер не повлияет. Я не хочу с пультом сидеть, кнопки выбирать. Ни на что. Нет выбора никакого, плевать, неинтересно. Лучше в игру каком-нибудь поиграть, где там действительно ветвящееся барахло. Многие знают, что ты озвучил NPC Cyberpunk 2077, но если верить одной интернет-менциклопедии, ты еще озвучишь Far Cry 4, Abyss Legend, Color Duty, Black Ops, Cold War, Watch Dogs, Degion, Ratchet & Clank, Rift Apart, Dying Light 2 и Horizon Forbidden Invest. Расскажи вообще, как ты попал в дубляж? Мне всегда нравилось озвучивать, ну всегда, с давних пор. И я нашел единомышленников, мы сделали свою студийку, и там озвучивали вещи, знакомились с людьми, и однажды меня показали студии озвучания, познакомили, там я пришел, что-то озвучил, и все, стали звать. Это такое, это для души, скажем так, вот, ну просто, мне просто нравится, мне нравится озвучивать, и так уж получилось, что познакомился с ребятами, мы там сами пытались пробиваться, кто-то пробился, там меня тоже показал режиссеру, меня пригласили, и вот, более-менее, я бы не сказал, что у меня прям завертелось, потому что у меня, считай, полторы роли более-менее главные, в основном все какое-то покасательное, какие-то бандит 3, прохожий, я не умею знакомиться, я с точки зрения нетворкинга очень плохо, чтобы напрашиваться к режиссерам, чтобы вот ходить, бегать там, показывать себя, отсюда у меня не самая прям великолепная карьера озвучания, вот, но мне нравится, вот, я люблю, сейчас поменьше, к сожалению, то есть это прям для тебя хобби для души, сейчас поменьше стало, к сожалению, вот, раньше поактивнее было. Вот, кстати, по поводу сейчас, с учетом текущей ситуации, продолжается ли твоя работа в дубляже, если не в играх, то может быть нет, нет, не продолжается, единственное, что я озвучиваю мультсериал Умка, Ого! В такую голову поместится еще больше ума, да, друзья? И я, Заяц, ну погоди. В теории там могут наклевываться какие-то еще проекты, но вот прям, чтобы это была такая более-менее постоянная работа, нет, к сожалению. Над каким персонажем и с какой вселенной ты бы вот прям хотел поработать больше всего? У меня была заготовка на этот вопрос, но я все время забываю ответ. Я бы не отказался от Марти Макфлая. Кстати. Я бы не отказался попробовать сделать дубляж маски с Джимом Керри, естественно. Еще хотелось бы какую-нибудь классную главную роль в сюжетной видеоигре, потому что там есть где развернуться, как будто бы. Но когда это будет? Никогда. Ну что, давай перейдем к Блицу. Краткий вопрос, краткий ответ. Какой игры на рынке тебе не хватает? Больше загадок. Фез 2. Где Фез 2? Фил Фиш, ты что охренел? Экранизацию какой игры ты бы хотел увидеть? Far Cry 5, но чтобы там все эти баги остались. Прикольно. Старый лагерь или Балмора? Балмора, конечно. Я не собираюсь жить в бандитской гоп-компании. Нет, спасибо. Про некоторых ютуберов существуют целые видеоигры. Как ты думаешь, в каком жанре могла бы быть игра про тебя? Я хотел бы, чтобы это была типа безумный боевик, как если бы фильм РРР индийский переделывали бы в игру и чтобы это вообще не имело никакого смысла, почему я нахер в боевике мрачном а-ля Макс Пейн там какой-нибудь, но при этом какое-то говно происходит там, я с пистолета уничтожаю вертолет и не знаю, там погоня на тиграх, какая-нибудь такая история. Хочу, чтобы это было вот с таким вот прям серьезным лицом, абсолютно ублюдский, джампинг де Шарк, чумной боевик, и чтобы я там был, вот, и чтобы мне надо было крючить лицо и говорить, я сам разберусь с этой задачей, оставайтесь здесь, я разберусь. И мне никогда не надо перезаряжать пистолет, пистолет перезаряжается только тогда, когда я захочу, а так в нем бесконечное количество патронов. Три главных принципа отличной РПГ. Глубокие, необычные, второстепенные квесты, определенный страгл, то есть, что мне нравилось в Готике, то, что тебе не заваливают оружием и броней, тебе нужно выцепить зубами хоть какой-нибудь эквитмент, хоть какой-нибудь, хоть что-нибудь, хоть зубочистку мне дайте, что-нибудь такое. Я люблю, когда игра не просто заваливает тебя всяким барахлом сразу, выбирай, хитиновая, не хитиновая, железная, не железная. Я хочу, чтобы каждый элемент моего вот этого вот снаряжения, чтобы я, сука, вот бодался за него. И когда я его получаю, я ощущаю изменения. То есть, потому что в Готике прям было видно, что когда ты получаешь вот хороший меч, то сраные падальщики уже не такая уж большая проблема. Я хочу, чтобы снаряжение имело значение, а не просто вот тебя заваливало кучей всякого... Изобилие, ну, вот это, изобилие, кастомизация. Я хочу вот прям, чтобы нахер... Два. Наверное, я не хочу, чтобы меня вели за ручку. Вот. Я хочу сам допедрить, зачем я здесь. Спасибо большое, Михаил, за ответы на наши вопросы. Было очень приятно с тобой поговорить. Клево проверили. Надеюсь. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Пишите обязательно в комментариях свое мнение. Также подписывайтесь на канал Лава Лампа, подписывайтесь на канал Кшиштовского. Еще раз спасибо большое, Михаил, то, что пришел к гостю. Очень давно хотели с тобой пообщаться, записать интервью. Мне очень понравилось. Надеюсь, и вам понравится. Скажу пару слов тоже нашим зрителям. Не чувствуйте чувство вины после того, как играете в игры. Не сворачивайте на эту облицкую дорожку. А, еще не покупайте цифровые релизы заранее. Зачем? Зачем покупать игры, если они могут оказаться говном? Пусть покупайте игры по скидкам. Друзья, до скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, а мы будем дальше стараться для вас создавать великолепный контент и приглашать еще много новых интересных гостей. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok